Последние новости Дом-2 на сегодня 22 августа 2022 года. Клавдия Безверхова собирается покинуть проект и уйти к сыну за периметр, потому что у нее не получается построить отношения и в последнее время Клаву постоянно накрывают депрессией. Кристина Бухенбалте заблокировала Ивана Барзикова в социальных сетях, они снова поссорились из-за Анны Самониной. Также Крис поругалась с подписчиками, которые обвинили ее во лжи. Ранее она утверждала, что едет в Италию к родителям, а сама гуляет с подругами. По пляжам и ресторанам. Бывшая участница Дома-2 Ксения Задойнова высмеивает в социальных сетях отсутствие денег у ее мужа Александра. Дело дошло до того, что Ксении приходится ходить на пляж в домашнем халате. А Задойнов все никак не найдет работу. Алина Иордан полностью сменила имидж и нарастила длинные светлые волосы. Алину теперь не узнать, можно заново знакомиться с парнями Дома-2, у Анастасии Стёцеевьят, снявшей квартиру практически в центре Москвы, украли с лестничной площадки полосатые китайские сумки с дорогими элитными вещами, куртками и нижним бельем. Стёцеевьят жалуется, что у нее теперь нет вещей для запланированного путешествия, а ведь она так доверяла соседям и считала их обеспеченными и приличными людьми. Что-то часто воруют одежду у Стёцеевьят в последнее время. Алексей Безус интригует телезрителей слухами о том, что девушка Артема Гранта Арина беременна. Якобы, якобы Грант и Арина уже придумали имя для будущего ребенка. У дочки бывшей участницы Дома-2 Алены Ашмариной Арианы бытовая травма, девочке придавила палец дверцей шкафа. Пока Ашмарина ездила в больницу с Арианой, с лестницы в квартире упала ее дочь Алиса и прикусила губу. Сейчас с девочками и их мамой все в порядке. Последние новости Дом-2 на сегодня 22 августа 2022 года. Бывший участник Дома-2 Евгений Ромашов серьезно поссорился со своей супругой Анастасией Бигриной, но ребята быстро помирились и это стало для Жени лакмусовой бумажкой. Евгений сам не понимает, что их с Настей дальше ожидает в семейной жизни. Если Ромашов будет ездить в разные города на корпоративы и выступления без жены, то ничего хорошего. Продолжение следует...